Это действительно болезнь, которой необходимо заниматься, потому что при депрессии происходит не просто сниженное. Сегодня мне грустно. Не знаю, что у вас депрессия, и завтра мне немножко грустненько. Это тоже не говорит о том, что у вас депрессия. А если вы находитесь в стойко подавленном настроении, состоянии на протяжении двух недель более, вот тут уже можно говорить о наличии заболевания. Стойко подавленное настроение. Это не так, что час назад не было весело, а потом в течение дня снова настроения нет. То есть стойко подавленное настроение на протяжении двух недель более. Тогда, да, уже действительно нужно задуматься о том, что необходимо обратиться к специалисту. Заболевание зачастую развивается постепенно. Начинается оно со снижения аппетита, бессонницы, кошмарных сновидений, раздражительность. И в течение как раз-таки этих двух недель оно прогрессирует, становится хуже. Тревожность повышенная возникает, бессонница, либо повышенная сонливость, отсутствие аппетита, либо повышенный аппетит. Безразличие к вещам и моментам, которые ранее вызывали интерес, вызывали ощущение радости, проблемы на работе, проблемы на учебе, если это происходит в случае с подростками, постоянное чувство усталости. То есть даже сон и отдых человеку, в принципе, ощущение того, что он отдохнул, не приносит. Он по-прежнему чувствует себя изможденным, усталым, и ни на что нет сил. В дальнейшем такое состояние может привести, конечно, и к суицидальным мыслям. Депрессия – это официальный диагноз, который входит в международную классификацию болезней. Виды депрессии, формы депрессии – униполярная и биполярная. Униполярная, она проявляется в том, что характеризуется зачастую постоянно сниженным настроением, без каких-либо колебаний, апатии, ангидонии и так далее. То, о чем мы говорили ранее, снижение аппетита, суицидальную мысль, ощущение безысходности. Что касается биполярная, она может быть как симптомом биполярного расстройства личности. Меняются маниакальные фазы на гипоманиакальные фазы. И в таком случае нам надо решать вопрос о том, депрессия это, либо это симптом заболевания биполярного эффективного расстройства. К сожалению, скрининг женщин в период беременности на наличие депрессии не проводят. В послеродовой период пациентка проходит обследование только в случае, если она предъявляет жалобы, либо, так же, как мы с вами уже говорили ранее, по настоянию родственников она обращается сама. То есть, именно по настоянию родственников. Вот. Послеродовая депрессия возникает на фоне, возможно, гормональной перестройки, возможно, с тем, что женщина сталкивается со стрессовой новой для себя ситуацией, и протекает довольно-таки тяжело. То есть, в этот период времени у женщины нет возможности ухаживать за ребенком, выполнять свои материнские обязанности. И иногда бывает такое, что родственники это воспринимают как нежелание это делать, за лень, за холодность к ребенку. Бывают случаи, когда женщина совершает суицид, а при этом убивает и ребенка. На самом деле это страшно. И, конечно, хотелось бы, чтобы женщина в послеродовом периоде оказывалась больше внимания именно в психиатрической и психотерапевтической помощи. Что касаемо психиатрической или психотерапевтической помощи. Депрессия может протекать атипично. То есть, для многих депрессия – это постоянное уныние, апатия, нежелание что-либо делать, самоуничижающие мысли, пониженная самооценка. При атипичных формах депрессии может быть обратное поведение. У человека повышается аппетит, он постоянно хочет чем-то заниматься, что-то делать, у него невероятный какой-то подъем настроения, сил, но есть в этом что-то ненормальное, непривычное и заметное для окружающих. Когда человек живет в таком темпе, в котором, в принципе, ранее не жил, начинает заниматься какими-то вещами, которым ранее он не проявлял интереса, у него довольно-таки излишне позитивное отношение к тому, что происходит. И тут, конечно, тоже стоит задуматься о том, что вполне возможно, это может быть и депрессивное расстройство, просто вот такое атипичное течение. Это состояние может сменяться до ощущения опустошенности, нежеланиям что-либо делать, уходом себя. Если это ваш близкий человек, наверное, в первую очередь нужно предложить ему помощь, предложить обратиться к специалисту. Естественно, обратиться он может только добровольно, но тем не менее постараться повлиять на это его решение. Если близкий человек, если это ваш знакомый, вы замечаете какие-то странности в его поведении, то можно поговорить, спросить, все ли нормально, как он себя чувствует. Бояться таких людей не стоит. В первую очередь они навредить могут сами себе, потому что люди с депрессиями, они склонны к суицидальным каким-то реакциям, к самоповреждающим реакциям. И они не могут навредить кому-то из окружающих. За исключением случаев, когда беременная женщина находится в таком состоянии тупика, безысходности, что она решает, что ей нечего делать в этом мире, ее ребенок тоже не должен страдать в этом жестоком мире, и это происходит парный суицид. В остальных случаях для окружающих они безвредны, вряд ли могут как-то навредить. И в первую очередь люди страдают сами от себя. Когда пациент поступает, в первую очередь мы спрашиваем о наследственности. Не именно, а страдал ли кто-то в вашей семье депрессиями, а были ли какие-либо психические расстройства у ваших родственников, бабушек, прабабушек и так далее. Также мы спрашиваем и о наркозависимостях. Были ли у кого-то в семье наркологические заболевания. Это важно, потому что если в роду у кого-то были родственники с психическими заболеваниями, вполне возможно, что там, к примеру, была шизофрения, а тут у нас проявилась депрессия. Возможно, не исключено. В осмотре пациента всегда указывается наследственность. Чем ближе родственник, тем больше риск. Когда пациент находится в состоянии, что он готов покончить жизнь самоубийством, наверное, лучшее, что может произойти, это начать принимать антидепрессанты. Либо когда качество его жизни страдает именно из-за того, что он не в состоянии уже работать, заниматься какими-то своими делами, даже элементарной личной гигиеной, воспитанием детей, нарушаются социальные контакты. На фоне всего этого таблетки не так уж страшны. Пациенты не то чтобы боятся принимать антидепрессанты. Многие пациенты вообще, в принципе, боятся принимать какие-либо таблетки. Первый вопрос, не вызывают ли они зависимости? Нет, не вызывают они зависимости. Самое страшное, что может произойти, это синдром отмены. Но синдром отмены препарата может возникнуть только в случае, если пациент неправильно самостоятельно прекращает прием этого препарата. Любой антидепрессант должен назначаться и отменяться только под контролем лечащего врача. Отменяться по схеме. Не должно быть пропуска в приеме препарата. Нельзя мешать наши препараты с алкогольными напитками, тем более с наркотическими. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok